Привет всем зрителям и подписчикам моего канала. Сегодня мы с вами начинаем прохождение очередной хоррор игры под названием Daylight и надеюсь вы уже сели поудобнее и надели свои любимые наушники. Если так, то тогда полетели. Продолжение следует... Ну вот, наконец-таки у нас прошла загрузка. Все создалось, теперь смотрим вводную информацию перед игрой. Значит управление, пауза, палочки, факел кинуть, бег, лезть вверх, space, использовать, приблизить, уронить. Хорошо, запомним. Ну если что посмотрим еще раз, если вдруг я забуду. Ладно, Enter. А, хорошо, ты прибыла. Сара, соберись. У нас мало времени. Они не сидели сложа руки, это уж точно. Используй это. Устройство в твоей руке, чтобы найти дорогу. Ты должна многое увидеть, многому научиться. Где это я? Много времени уже прошло. Это место ждало твоего прибытия. Собери все, что можешь. Воспоминания, хранящиеся в этих стенах. Ждуть, чтобы ты нашла их. Сара, послушай меня. Ты должна преуспеть. О, нет. А, Сара, не важно куда бы ты ни пошла. Ты уже здесь. Ммм, хорошо, Кэп. Запомним. Ну хорошо, давайте двигаться, смотреть, что у нас тут собственно есть. Что мы тут делаем. Что от нас вообще хотят. Так, использовать. Заключенный 52 продолжает страдать видениями. Он видит и бормочет про каких-то теневых людей. Местные врачи продолжают пробовать обычные методы лечения. Но я считаю, что мы должны начать думать о новых процедурах. Отлично. А пациент 52 это мы или нет? Ладно, неважно. Еще одна записочка. Тюремная больница Мит-Айленда назначила нового главного врача 5 февраля 1097 года. Тюремная больница Мит-Айленда объявила имя своего главного врача мистер Вальтер Мерсер. Мерсер известен как лидер в области Испы и исследованиях туберкулеза. Лидер в области Оспы. Исследованиях туберкулеза. Город очень рад иметь такого талантливого врача своди своих граждан. Так, Годя, давай просыпайся. Вот что значит проснуться рано утром и сесть записывать. Голова еще пока не проснулась, поэтому извините, что немножко туплю. Постараюсь так больше не делать. Ладно, как бы то ни было, давайте продвигаться дальше. Что у нас тут? Используй свет, чтобы найти ответы. Он подскажет тебе, куда смотреть. Хорошо. Спасибо. Так, я понял. Палочки. Окей. Да. Походу, да, мы попали в психушку. Логичное дело. Если тут есть записки про врачей, то по-любому мы в психушке. Дата 4 марта 1988 года. Относительно пациента 13. Пациент возраст 10 месяцев была положена в больницу из-за странных и пугающих инцидентов, которые произошли вскоре после того, как она была выписана из больницы после рождения. О боже! Нет! Воспоминания будут гореть в твоей плоти. Не дай им увидеть! Им? Кому им? Кто здесь еще есть? Так, наши следы. Ох, не нравится мне все это. Ладно, давайте утопать под часовой стрелки. Так, хорош шептать. Ох, твоюж, налево. Здрасте. Адам, я видел то, о чем ты мне писал на днях. Я не знаю, что это, черт возьми. Но это не человек. Он смотрел на меня и исчез, как только я посветил посветил на него фонариком. Билли говорит, что я видел тень, но я знаю, что там я видел. что-то там не так. Я подаю не перевод. Джордж. Что-то какой-то коревенький перевод, однако. Ну, да ладно. Я думаю, суть вы поняли. Як-то. Хорошо, палочек у нас. Спасибо. Билли, я сваливаю из этой больницы. Я больше не хочу иметь с этим ничего общего. Я видел что-то в котельной. И один из санитаров тоже это видел. Тут что-то не так. И я не собираюсь оставаться тут, чтобы выяснить, что это за чертовщина. Да, выяснить это придется нам. Так, туалет закрыт. Ну, и хорошо. Ага, значит, я понял. Значит, нам нужно собирать эти специальные записки. И мы их собрали 4 из 4. Теперь нам нужно взять ключ. Ладно, ищем ключ. Дата 8 сентября 37 года. Пациент 27S. Пациент физически здоров, но ухудшается морально. Он по-прежнему в смирительной рубашке под постоянным наблюдением. Пациент постоянно кричит, что лабиринт бесконечен. Крики продолжаются на протяжении всех часов дня и ночи. На завтрашнее утро запланировано электрошоковое терапия. О, да. Делание из человека овощи это, конечно, просто зашибись. Так, эти... О, боже. Зашибись. Ладно, потопали дальше. Так, что это? Они проклянут вас. Так, 9 апреля 60-го года, пациент 06B. Мисс Юнис Гудман дала пациенту чучело-медведя в качестве игрушки без разрешения врача. Мисс Гудман получила тщательный выговор и была переведена из детского отделения. Понятно. Хорошо. Так, угроза у нас уже растет. Печаль. Ой-ой-ой-ой-ой. Так. Идите нафиг, пожалуйста. Дамочка, кто бы вы ни были, идите нафиг. О боже, что это за звук? И что это за голос у нас в башке? Непонятно. 9 сентября 1937-го года. Опять-таки пациент 27С. Пациент необъяснимо скончался, тело было обнаружено медсестрой сегодня утром при подготовке к электрошипной терапии. Тело было перевезено в морг. Кремация запланирована на этот вечер. Родственников для уведомления нет. Ясно все с вами. Спасибо. Та, ты достала уже дамочка. Так, угроза уже капитальная. Мне хана. Так, явно не сюда. Ладно, давайте зажжем еще одну палочку. Доктор Мерсер. Медсестра Фостер жаловалась, что Уильям Фарриш исчезает на несколько часов во время своей смены. И когда он наконец-то появляется, его руки ищут грязные, как будто он покопался в грозе. А когда она спрашивает его, где он был, Уильям теряется и спрашивает, где он может помыться. Это четвертая жалоба о нем за последние две недели. Пожалуйста, разберитесь в версии. Пою налево. Отличное место. Понял. Куда топать? Вниз или вверх? Как думаете? Эй, ладно. Все равно мы психушки. Так что нам хвана. Так, дверь откроется или нет? Супер. Так, очередная красная записка. Так, ну я понял, если я собираю красные записки, то делает свое положение еще хуже, чем было. Но можем сами почитать новые записки. Значит, история Нью-Киплинга. Нью-Киплинг уходит своими корнями в середину 600-х годов в 1600-х. Знаменитой рыбалкой и легким доступом к торговым путям город привлекал множество новых поселенцев. Все, угроза максимальная, мне хана. понятное дело, что не здесь. Ох, ты ж, ё-моё. Какая теперь? продвигаемся наверх. Продвигаемся Блин, разработчики, ну что вы творите, а? Опа-на. Что это? Боже, где этот ключ? А, то есть мы еще должны ключ найти, чтобы сюда попасть. Супер, я думал, это уже был ключ, то есть пашу налево. Хорошо, давайте наверх. Дамочка, успокойтесь, кто бы вы ни были. Класс, я в тупике. Что может быть лучше, чем попасть в тупик? Так, ну что, придется снова спускаться вниз и идти аж на другую сторону этого всего. Ага, я понял, значит, призраки. от призраков мы можем избавиться вспышкой, да? Отлично. Ну, хоть оружие у нас против них есть, это уже меня хоть как-то успокаивает. здесь кто-то есть. Конечно, кто-то есть. где же ключ? Где же ключ? Туда же подевался ключ? ключ? Давайте топать это наверх, я думаю. Ключ возможно на самом верху находится. для тех, кто еще не знает, объясняю, что в данной игре уровни регенерируются сами. то есть, при каждом запуске новой игры каждая локация будет абсолютно разной, поэтому знать, где что находится невозможно. Класс. обожаю тупики. Тогда давайте двигаться тут. Тут тупик, значит, одну дверь прикроем. Места, где у нас тупики, будем одну дверь прикрывать. Может, это нам поможет, может, нет, не знаю. Выбираться отсюда надо. Так. Блин, где же ключ? О боже, что это было? Не важно, что это было, главное ключ. Так, ну сейчас я вообще топаю на самое начало уровня, да? А мне категорически не туда. Куда же они ключ-то заныкали? тупик. Это туалет. Впереди у нас тоже ничего. Так, дамочка. Только не вздумай меня сейчас резко пугать. у меня есть против тебя оружие. Так, 13 августа 24-го года. Персонал услышал крики, исходящие из комнаты пациентки из 60Е, прибав на место санитара, обнаружили пациентку, лежавшую в луже крови. Она изрезала себя с капелем. Крови было много, но порезы были неглубокие, как будто она не пыталась себя повредить. Просто хотела навестись с умотоку. Под сдается мне что-то доктор и сам немножко того. Так, ну если верить карте, то я то я уже практически все обошел то. Хотя стоп. что-то мне на карте написано. В какой-то маленькой комнатке что-то есть. Неужели то и есть то, что мне нужно? Нет. Это всего лишь наша любимая лестница. Ключ, где же ключ? Где я его упустил? так, тут у нас тупик. Ключа тут явно нет. Блин, я не знаю, честное слово. Мне и так жутко тут находиться. Так, открыть. Фак. Блин, так и знал, что тут произойдет. чего? Чего? Фак, я думал, я что-то нашел. Это нас так решили попугать. ну, вам это удалось. тут у нас. Тут у нас нету ничего. отлично, очередная дверь. Двигаемся дальше по лабиринту. Так, ну что, снова нас будет пугать или как. По второму разу это уже не так страшно. Хотя жутко. тишина и спокойствие. Ребята, дайте мне ключ. есть кто-нибудь? Опа-на. Ну, наконец-то мы нашли комнату с ключом. Вот она. И наш главный ключ это мишка, да? все началось с инфекцией. Черная вуаль и болезни. Болезни отчаяния. Внезапно и быстро. Че? Какого черта? Такое вообще возможно? Что за приколы? Я вижу тебя. Я вижу тебя. Я рад, что ты кого-то видишь. Но как я понял, пока у нас в руках эта игрушка, мы не сможем себя защитить. Супер. Ну, слава богу, мы знаем, куда нужно отнести эту игрушку. Давайте этими заниматься, ё-моё. Отстань. Так, наверх. Вроде бы наверх уже нам надо, да? Или надо было вниз? Да, нам надо было вниз. нам надо было вниз. Вниз, 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 давай, отнесем игрушку и всё. И всё, будет хэппи энд. Так, надо рассматривать. Я знаю, вы здесь. Так, надо рассматривать, свети мне. Так, наверх нам, да? Наверх, 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 наверх. ничего не вижу. Всё. Отлично. Дверь открыта. так, так, мы попали в очередное место, где нам снова нужно собирать заметки и прочее, прочее. хорошо. Ребята, вот такая у нас была первая серия к данной игре. Сейчас я немножко отдохну, соберу силами и продолжу. Ну, а на сегодня всё, всем пока-пока. по-пока. Продолжение следует...